МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новость. С вами Алмаз Ашим. Министр обороны доложил президенту о состоянии боеготовности вооруженных сил страны и ходе восстановительных работ в городе Арыси. По словам Нурлана Ермикбаева, со складов, расположенных в военных арсеналах, в безопасные места вывезено около 3 тысяч тонн боеприпасов. Косымжмар Тукаев поручил обеспечить своевременную ликвидацию последствий взрывов и вывоз боеприпасов, а также наградить погибших и наиболее отличившихся в ходе спасательных и восстановительных работ военнослужащих и представителей соответствующих служб. Кроме того, министр обороны рассказал главе государства о ходе подготовки к предстоящим армейским играм, часть этапов которых пройдет на территории Казахстана. Погибший егерь Кханыш Нуртазинов посмертно награжден орденом Айбен 1-й степени. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства. И также за мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга Касым Жамартукаев наградил орденом Айбен 2-й степени инспектора Центрального регионального филиала Охотзоопром Самата Оспанова. Казахстанцы слишком часто лежат в больницах и зачастую, когда в этом нет необходимости. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Ельжан Бертанов. По его словам, это одна из причин того, что действительно нуждающиеся в операциях люди долго ждут своей очереди. Однако основная загвоздка, по словам Бертанова, в недостаточном финансировании. Государство не увеличивало его с 2014 года. Впрочем, министр заверил, что проблема с деньгами должна быть решена. Уже в следующем году, при внедрении ОСМС, мы сможем увеличить высокотехнологичные медицинские услуги, объемы в два раза. То есть, фактически, по многим направлениям очереди уйдут. Поскольку у нас есть клиники, и у нас будут деньги, которые накоплены сегодня для ликвидации очередей. Поэтому, конечно, вот эти листы ожидания, мы о них знаем. В медпункте поселка Казалдала Туркестанской области не хватает кадров. По словам местных жителей, учреждение есть, но оно бездействует. Специалисты не могут оказать элементарную помощь. Пациенты остаются без лекарств, которые включены в бесплатный перечень. Жительница села Казалдала Тыркуль Абуова с утра не может попасть в медпункт. Нужного специалиста на месте нет. Помощь женщине оказала санитарка. По словам пациентки, в учреждении не хватает специалистов, а врачи занимаются не своим делом. Вместо того, чтобы вести прием, они пишут отчеты. Нам нужен врач, который нас будет осматривать, а не так, что мы приходим, а никого нет на месте. Вот у меня сейчас давление по 200, стою перед вами. Пришла сюда за помощью, чтобы назначили лекарства, но никого нет. Помимо врачей, в медпункте нет лекарств, которые входят в бесплатный перечень, жалуются сельчане. На учете с хроническими заболеваниями и давлением в Казалдале 39 человек. Положенные медикаменты они получить не могут. Здесь не найдешь лекарств. Говорят, что на наше село их вообще не выделяли. Врачи рекомендуют покупать все самим, что у них ничего нет. Из-за плохой воды у моих детей разболелись животы. К врачу пришлось ехать в соседний район. Но там его тоже не оказалось. Мы вернулись назад. Нам сказали отвезти ребенка домой и самим купить лекарства. Сказали, что у них медикаментов нет. Село Казалдала в числе отдаленных. И чиновники здесь редкие гости. Хотя местным жителям есть о чем рассказать. Помимо медиков и лекарств, здесь нет питьевой воды. А даже не приезжает сюда. Не спрашивает, какую воду мы пьем, что нам нужно. Надеемся, что местная власть с президентом обратят внимание на нашу проблему. По словам заведующего врачебной амбулатории, проблем в учреждении нет. Что касается поселка Казалдала, фельдшерско-акушерский пункт там построен в 2009 году. Кадровый штат укомплектован. В данный момент один специалист в отпуске, а второй работает до обеда. После обеда никого нет на замену. Все лекарства на село Казалдала выделены бесплатно по госпрограмме. Современные медпункты только появляются в отдаленных селах. В прошлом году в регионе построено 62 пункта, а в этом году их откроется более 30. Нурбек Байбосын, Наталья Строкова, Нурмахан Бекмуратов, Туркестанская область, Хабар-24. В Туркестанской области запустили ситуационный центр. С его помощью сотрудники управления здравоохранения смогут контролировать работу медучреждений и анализировать данные о пациентах в онлайн-режиме. Новый проект избавил медиков от бумажной волокиты. Подробности у Рауля Габитова. Сто процентов районных и сельских больниц Туркестанской области теперь оснащены специальным оборудованием и подключены к ситуационному центру. Это новый проект, реализованный в рамках программы по цифровизации. Благодаря ему специалисты управления здравоохранения смогут получать полную достоверную информацию о работе медицинских организаций, отделений и каждого врача в отдельности. Новшество практически полностью избавило медиков от заполнения различных бумаг. Специалисты сидят, которые в ситуационном центре, они ежечасно, ежеминутно смотрят, сколько поступило, например, вызов врача на дом и сколько было обслужено. Если вдруг не обслужено, они уже через ситуационный центр могут контролировать и доносить до врачей, что у них стоит вызов врача на дом, вы должны его обслуживать. В прошлом году в цифровой формат перевели паспорта здоровья всех жителей области. В электронном документе хранятся все записи от рождения ребенка и всех его заболеваний. На особом контроле и вопрос цифровизации медицинских услуг. Например, в центральной поликлинике Туркестана внедрили систему электронной очереди, благодаря чему здесь теперь никогда не бывает столпотворений. Попасть на прием к врачу наши пациенты могут, получив талон через терминал и с помощью мобильного приложения. Для тех, у кого нет смартфонов, в поликлинике действует специальный уголок социальной помощи, куда каждый желающий может обратиться по всем интересующим вопросам. Цифровизация здравоохранения Туркестанской области проводится по четырем направлениям. Это оздоровление и профилактика, раннее выявление заболеваний, оказание медицинской помощи, управление заболеванием и реабилитация. Всего в регионе насчитывается 39 государственных медицинских учреждений. Рауль Габитов, Самат Нагашпекула, Хабар-24, Туркестан. С 1 января следующего года работодатели будут отчислять в единый накопительный пенсионный фонд дополнительные 5% от зарплаты работника. Это помимо обязательных 10% пенсионных взносов. В Минтруда отметили, что на зарплату казахстанцев это никак не повлияет. А вот отразится ли это на пенсиях, подробно расскажет Данай Исатай. Повышение благосостояния народа и обеспечение достойного размера пенсий – вот основная цель Министерства труда и социальной защиты населения. Нововведения коснутся всех работающих граждан, в том числе предпринимателей и частников. Под категорию «не» подпадают пенсионеры, военнослужащие, сотрудники силовых структур и те, кто работает по договору. Для примера, при трудовом стаже в 33 года и условным окладом в 172 тысячи тенге – это средняя зарплата по стране – пенсионные накопления работника при 10% отчислении превысят 12,5 миллионов тенге. К моменту выхода на заслуженный отдых его пенсия составит 140 тысяч тенге, из них накопительная – 110 тысяч и базовая – 30 тысяч тенге. Между тем, в профильном ведомстве отметили, что 5% пенсионные взносы работодателей не будут считаться собственностью получателей и не будут передаваться по наследству. Эти взносы будут формироваться в общем пуле активов ЕНПФ и перераспределены будут между всеми участниками пенсионной системы. Таким образом, это обеспечивает, во-первых, пожизненность этих пенсий, во-вторых, обеспечивает более высокий уровень их. При разработке новой введения пенсионной системы специалисты ЕНПФ изучили международный опыт. За основу взяли пенсионную систему Швеции, Латвии и Норвегии. Сама необходимость введения нового компонента обусловлена прогрессирующим трендом старения населения, а также чувствительностью пенсионной системы к росту экономики. Новый условно-накопительный компонент пенсионной системы будет сочетать в себе как элементы накопительной, так и распределительной системы. 5% пенсионных накоплений станут обязательными пенсионными взносами от работодателей и на ежемесячный оклад граждан никак не повлияют. За счет нового введения пенсия работника при средней заработной плате увеличится на 50 тысяч и составит порядка 190 тысяч тенге. Данаи Сатай, Хабар, 24. Данаи Сатай, Хабар, 24. Пеня будет списана в течение трех дней. Также государство вернет налогоплательщикам оплаченные ранее штрафы. В части возврата денежных средств, то есть оплаченных налогов, в случае, если он уже успел оплатить, да, действительно, они подлежат возврату. То есть, но возврат у нас согласно законодательству осуществляется согласно заявлению. То есть, если налогоплательщик предоставит заявление в связи с наличием переплаты, то эти деньги будут возвращаться на банковские счета этих налогоплательщиков. А к другим темам. Чтобы осуществить свой преступный план, воспитательница взяла отпуск, но замаскировавшись, она вернулась в детский сад, чтобы забрать Алихана. Ее подменяла новенькая сотрудница, которая и не признала в похитительнице коллегу. Напомню, женщина представилась родственницей, сказала, что родители ребенка пропали, попали в аварию и попросили ее забрать сына из детского сада. Как сообщили сегодня следователи, личность таинственной женщины удалось установить практически сразу, но оперативники продолжали отрабатывать круг подозреваемых. И в итоге первые предположения подтвердились. Ребенка пыталась похитить 30-летняя воспитательница этого же учреждения. Ее задержали в Алматинской области, она скрывалась в родительском доме. Женщину уже доставили в Алматы, где она во всем созналась. Ей грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы. В Алматинской области проходит республиканская акция «Безопасная дорога». За первый день рейдовых мероприятий сотрудниками ДПС выявлено почти 800 случаев несоблюдения автолюбителями правил дорожного движения. С начала года зарегистрировано больше 11,5 тысяч нарушений скоростного режима на дорогах области и около 100 ДТП. Только в июле погибли 43 человека, еще 140 получили различные травмы. Превышение скорости, выезд на встречную полосу движения достаточно часто становится причиной ДТП, часто со смертельным исходом. Также очень много пешеходов переходят дорогу в неназначенном месте, поэтому профилактике таких нарушений мы уделяем большое внимание. Сейчас в отработке задействованы сотрудники практически всех полицейских подразделений. Благодаря нашей программе «Тексердек» жителям села Шалкар строят новую дорогу. В населенном пункте, расположенном всего в 150 километрах от столицы, живут порядка 700 человек. Этого события они ждали четверть века. Устав верить обещаниям местных властей, сельчане обратились к автору и ведущему телепередачи Жасану Беркенову. Он помог привлечь внимание к проблеме шалкаровцев. Дорогу начали строить. Правда, вместе с этим появились новые заботы. Подробнее об этом Татьяна Ковалева. Сейчас никто не хочет приезжать в Шалкар. Все говорят, что дорога плохая. Нынешний район Аким пообещал. Мы даже не знаем, как его зовут, потому что ни разу не видели. Два месяца назад добраться до села Шалкар было очень трудно. Чтобы разрешить ситуацию, жители обошли все инстанции. Но внимание на проблему местные власти обратили только после выхода на нашем канале передачи Тиксердек. Тогда представители Акимата пообещали построить дорогу уже в этом году. В этом году на строительство было выделено только 970 миллионов тенге. Эта сумма рассчитана только на 29 километров. Вся протяженность трассы 36 километров, а общая сумма 1 миллиард 400 миллионов тенге. На сегодняшний день работы произведены только наполовину. И по ним уже видно, что трасса не будет идеальной. Почему 1,8 километров не будут отремонтированы? Объясните нам, куда ушли деньги? Может, ушли на откат? Как так? Ответьте, пожалуйста. Стоимость дороги 1 миллиард 400 миллионов тенге. Но в этой сумме не учтены 1,8 километров. Ошибка с нашей стороны. При проектировании была допущена техническая ошибка. На этом ошибки не заканчиваются. Твердят в один голос сельчане. Не меньше они обеспокоены и качеством новой трассы. Два месяца назад здесь постелили щебень и цемент. По технологии он должен лежать 15 дней. Но в итоге он пролежал два месяца. За этих два месяца какой цемент там останется? Все ветром унесло. Сами посмотрите на качество этой дороги. В этом году деревне Шалкар исполнится 90 лет. Юбилей сельчане отметят в августе. К празднику шалкаровцы готовятся собственными силами. У городского и областного акиматов они не попросили ни копейки. Пусть хотя бы дорогу достроят, говорят они. Татьяна Ковалева, Жасын Беркенов, Сергей Селищев, Хабар 24. Остановки без скамеек и какого-либо укрытия. Жителям Тараза, ожидающим автобус, негде спрятаться от солнца. Городские остановки изношены на 50%. За последние пять лет на ремонт старых и установку новых не выделяли никаких денег. И еще одна проблема областного центра – это качество дорог. Ямы и ухабы вызывают недовольство водителей и доставляют массу неудобств. Почему горожане вынуждены ездить по бездорожью? Обновят ли остановки города? Ответы на эти вопросы искала Анастасия Сулейманова. Район Тайвань, кругом ямы до ухабы. Ремонт дорог тут не проводили несколько десятилетий. Сейчас так выглядит каждая вторая улица. Проехать сложно на любом транспортном средстве. Особенно не сладко приходится автовладельцам. Бездорожье приводит к постоянным поломкам. В среднем только на запчасти уходит около 70 тысяч тенге. Городские дороги сегодня – это просевший асфальт, зияющие дыры и открытые люки. Дискомфорт в пути испытывают и пассажиры автобусов. Дороги отвратительные, потому что невозможно ехать пыль. Вот латают каждый год одной тушь. И вот трясемся, как будто дрова везут. Особое недовольство водителей вызывает замена теплосетей. Из-за этого они вынуждены ездить в объезд по узким улицам частного сектора. Реконструкцию теплосетей проводят второй год. Причем есть участки, которые копают повторно. По словам ответственных специалистов, завершить все работы сразу не позволяет бюджет. Поэтому приходится проводить частичный ремонт. Стоит отметить, что с начала года в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог от жителей поступило 107 обращений. Из них более 70 касаются улиц Тараза. Свои недовольства горожане высказывают и в социальных сетях. В Таразе пудрят носик. Абсолютно неподготовленные дороги точечно гудроном заливают. Кого обманываем? В Таразе дороги в ужасном состоянии. По-моему, в районах получше. Например, в Мерке. В Акимате заявили, что из 1800 километров дорог отремонтируют 75. На большее не хватит средств. К слову, дороги Тараза изношены на 60%. В этом году на текущий и средний ремонт дорог выделили чуть больше 2 миллиардов тенге. Всего у нас 1330 улиц. Реконструкцию проведем на 38. Еще во дворах 1, 2 и 12 микрорайонов и по улицам Байзак-Батыра, Садбаева, Тулеби, Казбекби проведем ямочный ремонт. Реконструкцию дорог проведем и на некоторых улицах района Тайвань. Считаю, что на состояние дорог влияет большое количество транспорта и грузовые автомобили. А общественники уверены, что плохие дороги – результат работы недобросовестных подрядчиков. Большинство не выполняют условия проекта. В итоге ежегодно приходится латать одни и те же дыры и тратить миллиардные средства государства. А контролировать качество работ никто не торопится. Еле-еле мы, общественники, добились качественного ремонта проспекта Абая. Объем работ был выполнен на 268 миллионов, однако воздушные ямы создавали препятствия и угрозу жизни. Я знаю даже ребят, которые подали в суд на исполнителя ремонтных работ. Еще одна проблема – автобусные остановки. Их в городе 624, из них половина изношена. За последние пять лет на ремонт городских остановок не выделяли ни единого тенге. За это время они весьма обветшали и превратились в доску объявлений. Исчезли и стены. Они стали буквально сквозными. А на привокзальной территории наличие остановки подтверждает только вот этот знак. Здесь нет ни скамеек, никакого либо укрытия. Пассажирам приходится ждать свой автобус на 40-градусной жаре. А здесь остановка и вовсе стоит еще с советских времен. Вместо скамеек – лишь бетонные плиты. Страшно. Написаны все там адресы. Братья два адреса. Всех вызвать, страповать, на это деньги очистить все. Наши акимчики не работают. Спят на ходу. Если сделать крышу, то будет очень хорошо. У нас жара. Без навеса можно солнечный удар получить. В Акимате пояснили, что для развития бизнеса остановки по договору на пять лет передали предпринимателям. Сейчас срок бесплатного пользования истек. И теперь они под контролем городских властей. В этом году установят чуть больше 30 новых автобусных остановок. Приводить в порядок остальные будут постепенно. Анастасия Сулейманова, Тимурсейл Ханрус, Лохатила, Тарас, Хабар, 24. Озеро Зайсан, рядом с которым находятся несколько сел, для многих жителей является главным источником дохода. С каждым днем тех, кто получает официальное разрешение на промысин и создает кооперативы, становится больше. В Тарбогатайском районе есть цех, где перерабатывают рыбу. Производители которой готовы поставлять качественную продукцию для соседних стран и на европейский рынок. Но добиться такого результата производители не могут из-за ограничений на ловлю рыбы. Сейчас разрешенный промысел составляет всего лишь 500 тонн в сутки. По словам рыбаков, если им увеличат лимит хотя бы вдвое, это позволит создать новые рабочие места и расширить бизнес. Подробности в нашем сюжете. Близ озера Зайсан проживают более 5000 человек в селах Байторас и Турыл. Основная деятельность жителей – это рыболовство. Многие верят в лучшее будущее района. Строят дома и заводят семьи. Я уроженец этого села. С самого детства я занимаюсь рыбалкой. Сейчас я на пенсии. Озеро Зайсан кормит наш народ. В деревню возвращаются люди, потому что есть смысл. Жителей становится больше. Здесь началось массовое строительство домов. В последние годы рыболовство в районе действительно стало продуктивным. Желающих заниматься промыслом стало больше. Когда-то любительское дело сейчас становится бизнесом. Студент Дошан Тулеов стал настоящим компаньоном своего отца. Моя задача – тянуть сеть. На рыбалку идем в пять утра. Кидаем сетку в озеро и протягиваем ее полтора-два часа, чтобы как можно больше рыбы вышло на берег. После мы грузим улов в машину и привозим сюда. С верстникам хотел бы сказать, чем три месяца впустую проводить каникулы, лучше в это время помочь родителям. Этот сельскохозяйственный производственный кооператив был создан в прошлом году. В нем трудятся порядка ста человек из двух сел. Зарплату рыбаки получают вовремя. В свое время наоплачивается и налог в районы бюджет. А не так давно был построен еще один цех, в котором могут трудиться еще порядка 30-50 человек. Однако это пока невозможно. Первая большая проблема – ограничение на ловлю рыбы. По результатам научно-исследовательского института в озере Зайсан ее много, мы могли бы добывать рыбу до 1000 тонн. Но по разным причинам нам дают лимит только в 500 тонн. Это не позволяет нам создавать новые рабочие места, производить новые продукты, увеличивать налоги и выходить на экспорт. Рыбаки надеются, что Министерство сельского хозяйства решит этот вопрос положительно. Асем Утешева, Берег Жубалаевы, Хабар-24, Восточно-Казахстанская область. Свыше 99 тысяч квадратных метров составляет общая площадь сточных озер в Казларде. Вода, накопившаяся за многие годы из-за дождей и осадков, никуда не уходит. И, во-первых, это очень неприятно пахнет. Вдобавок, очень опасно для здоровья жителей. Эти места уже давно стали рассадником различного мусора, комаров, мошек. 42 тысячи квадратных метров таких озер в частной собственности. Свыше 57 тысяч в коммунальный. По словам руководства города, проблема будет решена в этом году. В планах у местных властей засыпать сточные воды, подотчетные коммунальным службам. А в отношении недобросовестных собственников, не использующих условия содержания озер, будут приниматься самые строгие меры. Вплоть до изъятия этих участков. Нами были установлены все собственники данных озер. Они предупреждены. Сейчас заключаются контракты на самостоятельную засыпку этих мест или установку ограждения. А также на соответствие этих мест всем санитарным и экологическим требованиям. Главный город Казахстана сегодня окутал смог. Синоптики провели мониторинг состояния атмосферного воздуха. Показателей высокого и экстремального загрязнения не зафиксировано. По их сведениям, ночью наблюдались слабый ветер и влажность. Это стало причиной повисшего смога, который образовался из-за производственного дыма. Впрочем, жители строили свои доводы. Елена Устимович расскажет обо всех версиях. Дымку над мегаполисом жители столицы заметили еще утром. Характерный запах гари давал основания полагать, что это последствия пожара. К обеду беспокойство неравнодушных усилилось. Ведь туман неизвестного происхождения не рассеивался, а наоборот, сделал воздух более влажным. Эксперты разных сфер выдвигали свои версии происходящего. Мы знаем, что ТЭЦ, другие производственные центры используют уголь. И после этого, так же туманом, не видно, как в зиму вперед. Об этом мы говорили. Это решение необходимое для столицы газификация. Быстро, срочно надо сделать газификацию, чтобы решить вопрос туманности города Нур-Султан. Однако специалисты КАЗ «Гидромед» поспешили успокоить горожан. Они ведут круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха сразу на 10 постах. Показатели высокого или экстремального загрязнения не зафиксированы. За период с 24 по 25 июля в городе Нур-Султан случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не наблюдалось. Здесь были фиксированы незначительные превышения по таким загрязняющим веществам, как взвешенные частицы ПМ-2,5 и ПМ-10 на двух автоматических станциях. Это, скажем так, вид пыли. Также, по данным КАЗ «Гидромед», сегодня ночью наблюдался слабый ветер не больше трех метров в секунду, что и стало причиной повисшего смока, который образовался из-за производственного дыма. По одной из версий, смок над столицей – это отголоски лесных пожаров, которые бушуют сейчас в Российской Федерации. Подобную картину вчера наблюдали жители Павлодарской области. Но смок над столицей не настолько сильный, а потому носить маски, по мнению врачей, вовсе не обязательно. Елена Усимович, Ганел Шимбаев, Хабар, 24. В Боке-Ардинском районе Западно-Казахстанской области обнаружены останки солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их нашли местные поисковики во время очередных раскопок. 77 лет назад в военные годы станции Жанебек, Сайхин и Шонгай были ближайшим тылом Сталинграда и подвергались постоянным бомбежкам фашистских войск. В спешке местные жители хоронили погибших бойцов в воронках от взорвавшихся бомб. Люди успевали лишь присыпать тела солдат землей. Специалисты считают, что теперь кости воинов должны быть опознаны, поскольку, согласно историческим документам, 4 октября 1942 года на этом 365-м разъезде подорвался эшелон с моряками Тихоокеанского флота, направлявшийся в Сталинград. Тогда погибли 38 морских пехотинцев, поэтому есть все основания считать, что обнаруженные останки принадлежат им, говорят поисковики. Тихоокеанского флота Скорее всего морские пехотинцы, пехотинцы флота, потому что пуговица найдена, а на пуговице якорь. Это был знак отличительный. С опытным войсками у меня была всегда звезда на пуговицах от гимнастерок. Здесь у моряков, у них были якоря. Ну и также там есть застежки от бушлатов армейских, морских. Вот сегодня двоих подняли, но работа продолжается. Алматинский курорт Шимбулак снова в топе. Аналитическое агентство Турстат составило рейтинг самых популярных направлений для активного летнего отдыха в странах СНГ. В десятки лучших оказались горы Азербайджана, Карачаева, Черкесии, Кыргызстана, Кабардино-Балкарии, России и Казахстана. Вершины Зайлийского Алатау попали в тройку лидеров, уступив первую строчку в Сочинской Красной Поляне. Далее идет Шимбулак, замыкают тройку курорты Крыма. Но, по мнению экспертов, алматинские горы превосходят остальные зоны отдыха непосредственной близостью к центру города, что на самом деле очень важно для развития туризма, особенно пеших туров. Кстати, самих путешественников привлекает возможность совершить баги-туры на ледники, заняться скалолазанием, полетать на парапланах, посетить веревочный парк и, конечно же, взобраться на пике Зайлийского Алатау. Мы ожидаем посещаемость 650 тысяч человек. По зиме 250 тысяч было лыжники и сноубордисты. Если сравнивать идентичный период прошлого года, это 550 тысяч, то есть прирост в 100 тысяч человек за год. С прошлого года наш курорт представляет цены международных выставках. Это в Лондоне, в Сингапуре, и мы видим, что интерес у иностранного туриста достаточно большой. Где-то 25% посетителей – это иностранные. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин